Всем здравствуй, я придумал новую систему, то есть я здесь запрограммировал в программе для программирования колесо рулеточное. Я ввел здесь игры, которые вы ждете больше всего оттуда. Даже здесь есть день третий из жизни, какая-то игра про раков непонятная, все рандом. Получается, я просто покручу колесо, и оно укажет, какой ролик будет сегодня. Так я буду делать постоянно, это справедливо, я считаю. Все будет честно. Включаем рулетку. Так-так-так-так-так. Что же, что же, что же выпадет на нас? И, блин, удивлен, очень, очень удивлен. Ну, справедливо. Это отряд ссылок, что ли? Выберите жертву, за которую вы хотите играть. Значит, здесь есть четкий парень. Меня зовут Алан. Не четкий парень, на самом деле какой-то мутный тип, женщина с одеялом на голове. Ну, давайте начнем с единственного разоблокирована. Не хотелось бы такую погоду находиться на улице. Не хотелось бы. Дорога шла через небольшой лес. Шла и шла, и че? Мне показалось, что в лесу кто-то ходит в такую погоду, нормальный человек не будет ходить по лесу. Так ты шел-то, че ты? Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Это че, мат типа? Ты шо, оторопел? В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились. А, ну вы ж отдельно ходили, ты и ноги. Я увидел, я вырубился. Я чёрт. Я просто в шоке с этой душевной историей. Вот я в клетке. Заперта. О, это что, отмычка тут рядом лежит? Вот прям для меня, спасибо. Че? Нужно выбираться отсюда. Я выбрался, все, до свидания. Очень просто. Игра в жанре свалить из комнаты, когда вас заперли. Знаете, да? Жизненная ситуация. Когда хочешь погулять, манн говорит, сяди дома. Я такой, хм, нужно оглянуться и посмотреть, что здесь есть. Так. Меня зовут Максимка. Привет. И начал осматривать комнату, пытался найти выход. Входная дверь была нежно заперта. А. Надежда. Надёжно. Надёжно. Капец, я читатель. Пароль это север, запад, восток, юг. Дверь с электронным замком. А, провод говорит мне, что вот он терминал. 220 вольт. А, типа она бьёт током того, кто в клетке. Ну-ка. Если я залезу в неё. Естественно. Нужно было проверить. Ток убивает. Это важное открытие. А знаете, какое ещё важное событие произошло недавно? В августе нашему World of Tanks исполнилось 10 лет. Так что, ребята, быстренько поздравили нашего именинника с... Снюхай тебя. С 10-ти... С чем-то летием. А ведь я помню тебя ещё совсем парнишкой 7 лет назад. Ну и посмотрите на него сейчас, что из него выросло. 10 лет его растили и воспитывали ребята из Wargaming. И вырастили совершенно бесплатную танковую игру с шикарной графикой, прекрасной оптимизацией, убойным, а главное разнообразным геймплеем. Любишь динамичные бои? Хватай лёгкие танки и устраивай такие скидри прямо на поле боя. Ну посмотри, что вытворяют. Или ты считаешь себя выше всего этого и хочешь просто элегантно, а не расторопно щёлкать врагов? В таком случае я могу вам предложить ПТ-САУ. Или, возможно, вы предпочитаете что-нибудь покрепче. Я просто к тому, что техники тут. Более 600 моделей, созданных по реальным чертежам с вниманием к деталям. А в честь своего десятилетия World of Tanks дарит подарки. Да-да, это тот самый день рождения, когда ты можешь прийти без подарка, а уйти с ними. С семью премиальными танками сразу и ещё одним премиум танком шестого уровня А-46, который вы получите в боях. Забрать всё это можно до 12 октября по ссылке в описании. Так что регистрируйся и выкатывайся в бой в World of Tanks. А, заново. Так, отмычка. За щекой, за щекол, да, за щекой, да. Чёрт, что за бред вообще? Ты открой эту дверь. Эта штука бьёт током, я понял. Это школьный звонок. Нет электричества. А если я включу так и нажму? Нет электричества. Так вот оно, что ты там не рассказываешь? Если оно есть, значит оно есть. Так, как сделать кирк-парт А и парт Б? Вот так вот, простая схема, незатейливая. Даже стена эту татуху набила, вот. 14 декабря 2013 год. Сейчас. А-а-а. А, не. А-а-а. А, не. О-па, календарь-ка я снял. Рукоятка прибитая скобами к стене. Скобы это, что, смайлики, которые в конце туда? Хыть. Чем же их снять? Что здесь у нас? Ящик с замком. Сколько всего интересного могу потыкать, чтобы что-то взять. Мне это всё устраивает. Ведро и стул. Кстати, один. Поэтому выбор у нас, в принципе... Чувствую петля. Могу тут сдёрнуться? О! Жесть. Уже не смогу. Пожарный шкаф закрыт на ключ и опломбирован. Казалось бы, при чём тут мороженое, да? Откройте шкаф ключом. Возьмите огнетушитель. Дёрните чеку. Сопло... Плов в огонь. Понятно. Выпал рецепт плова. Какой-то очень мудрёный. Почему-то не понимаю как. Это пожарный шкаф. А этот ключ от шкафа. Чем бы мне его долбануть? Кстати... А! Молоточек. Молотком сломаю стекло. Нет. Нет. Что это за шум? Это не я точно. Что это за сверху пошло? Нужно поскорее вернуться в клетку. А, да? А, кстати, мы его сейчас обманем. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Да я заметаю следы, как мышь. О, начальник. Ага, привет. Так, погоди-ка. Что погоди-ка? Я... Что-то здесь не так. Что не так-то здесь? Кто открыл ящик? Какой ящик? О, чёрт! Ящик подставил меня. Сейчас быстренько, ящик закрою сразу. Кто это там шумит? Тот скоро тактично свалит отсюда, понял? Нужно поскорее вернуться в клетку. Так, ящик закрыт, постер висит. А, что-то так! Ситуация, конечно... Что-то здесь не так. Действительно, что же здесь не так? Видимо, показалось. Чё? Да я там вдох вообще-то, алло. Так, ну а чё ключик? Открывается эта штука, скорее всего, а здесь пила. И изолента. Могу изолентой починить вот эти провода. Такс. Теперь здесь у нас какой-то пароль. Ещё раз, я, по-моему, гений вообще частного сыска. Пароль. Это север, запад, восток, юг. Один. На каждой стороне светы. Свет узнаете, Буки? Ну вот на ней, короче, циферка. Раз, два, три. Теперь я, как очень клевер гай, сейчас решу такую головоломку. Смотрим. Ветер дует. Право-налево. Правильно? Ну вот эти снежинки летят. 14 декабря. Ветер у нас северный. Весь день. Справо-налево. То есть справа-север. И теперь мы решаем простую головоломку. Север. Запад. Восток. Юг. Восемь. Девять. Три. Один. С первого раза. Спасибо Максимке за эти подсказки. Максимка, лучший синоптик своего времени. Только он мог знать, какое направление ветра будет через 701 день. Просто лучше. Просто браво. Просто. Мега мост. Благодаря Максимке я открываю себе дверь в унитазную комнату. Так, и зачем? Унитаз. Крышка привечена на винты. Тоже ничем не отодрать. Ага. Ничего здесь нету. Ничего здесь нету. Рукоятка. Эту штуку тоже надо закрыть обратно. Мало ли. Капец, он приходит и все смотрит. А он не заметит, что я здесь это проклевал дырку себе, чтобы поиметь ключ? Поразмышляем. Если бы я оказался здесь, я бы помер. Просто. А, рукоятка, чтобы, наверное, забрать мне ключ отсюда. Вот что было бы, если люди использовали свой мозг на... Ну, просто использовали хотя бы. Ну, для чего эта веревка? Она тупо не нужна, да? Правильно я понимаю? Ну, сдернул я ее, вот. Типа, молодец. Цепочка не ломается, пилки по металлам вообще. Оп, что там у нас? Отвертка. Чтобы спасти унитаз. В нем не смыто. И кусачки. Кусачки кусают. Ломик открывают. Класс. А, и кочерга еще в раковине. С помощью ломика я удаляю. Скобочки. Теперь этот невероятно сложный пазл. Спасибо, что есть подсказка. Спасибо, Максимка. Ой, не, не говорите, что это... Люк, да? Два часа... Черт. Все нормально, это я... А, я же в клетке должен. Так, дверь закрыть. Так, выключить. Так, и шкафчик закрыт. Так, постер на месте. Палку. Вроде все, вроде все убрал. Не-не-не, не надо. Да кого там? Да нет. Только не про веревку, пожалуйста. Нет. Нет, только не веревка. Все так, все супер. Балдежное место. Дом у тебя, красивый. Отстань. Эта веревка не могла упасть сама. А я не могу ее повешать сам. Нет, только не только. Не, ну это просто нечестно, я считаю. Теперь я понял, для чего эта веревка. Просто спасибо. Хорошо, что он не заметил все остального. А то бы у меня вообще прожарку устроил. Все, мой додыр, ты свободен, беги. Теперь киркой вот сюда. Боже мать. Все, 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 все. Обратно, обратно в будку свою. Ух, сели, сидим. Нормально. Так, ну в этот раз все окей. Веревка висит. Ну привет, что скажешь на этот раз? Что-то здесь не так. Да, 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 уже слышали. Кто открыл ящик? А, ящик. Что это такое? Еще инструмент притащил мне? Я хочу поглядеть, куда я выдолбил дырку. О. А вы, так полагаю, Максимка, да? У вас больной вид, масочку оденьте. А это лифтовая шахта, определенно. Кстати, туда можно вставить рычаг. А для этого нужно поднять лифт. Все верно. Лифт включить. Нет питания. А чем он питается? А, ток. А почему я подумал про яблоки? Я с помощью чуткого нюха начинаю нюхать углы. Все. Пахни як. Есть подозрение, что я опускаю ток. И теперь... Твою же мать. Мне понадобился час. А теперь до свидания. Ну, живо, открывай дверь. Ой, нет, не могу. Я поехал. Говорит, открывай дверь. А какой смысл я ее закрывал тогда, правильно? Ага, где ты, черт возьми? Я катаюсь на карусельке. Вот ты проклят. И тебе я желаю все самого лучшего. А зачем было раскидывать инструменты по всему дому? А теперь до свидули. Кто это там? Заперто на ключ. Ну, не повезло тебе. Ключа у меня нет, поэтому давай, удачи. Идеальный побег всего за полчаса. Я считаю, что это отличный результат. А вот кто, скорее всего, плакала в подвале. И все-таки ответ на главный вопрос. А стоит ли? Ну, конечно, надо сбежать. Ну, почему нет?